сергей день добрый добрый день андрей теперь у меня новый провайдер и у меня наушники почти что как у андрей андреевич пенковского вот с такими таких гигантских размеров все должно получиться хорошо ну супер на чем хотел начать с того чтобы поговорить о текущей ситуации потому что как у нас пословица там мая продай и уходи ну да салон мейнга увей но больше наверно касается американского рынка акции чем российского хотя на российском если ну точнее upside он ограничен уровнем 2 700 2 700 с хвостом и это самый оптимистичный сценарий на ближайшее время то есть пока не факт что туда дойдем рынок становится нервным на вечерней торговой сессии в четверг телеграм-канал рассказали о контрнаступе и тут же пошли такие вот мини слива очень нервная реакция но думаю что если такая информация появится в течение дневной торговой сессии в очередной раз и уже действительно там в каком-то более жестком формате то вполне может последовать и негативные реакции на это тоже нужно обращать внимание держать умеет тут надо сказать скобочках что если держать оборону то выиграть нельзя в принципе да и когда мы говорим о наступлениях а наступление может быть с двух сторон правильно ну правильно давай не будем углубляться в эту историю давай не будем есть кроме нас полно в ютубе контента на эту тему у нас у нас каждый второй эксперт по футболу по ковиду по сексу и поэтому да 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 это ну тренд да когда ты здесь правильно подметил когда был ковид все стали вирусологами моментально ну и так далее по списку все же все же это понятно это было на прошлой неделе это что это знаменует окончание повышательного тренда или что это вообще но смотри с чисто с технической точки зрения индекса мосбиржи закрылся прямо на отметочки в районе до 2 565 ну пока в общем то это говорит о том что шансы на рост еще есть но вот если будет хотя бы закрытие дня ниже уровня 2 560 2 565 ниже такого узенького диапазона то наверное вероятность распределиться в сторону снижения поэтому за этим нужно смотреть понятно и какие-то операции дел по своему портфелю это огромный-огромный секрет нет секрета нет покупала сбербанк на дивидендном вот этом просто дивидендном гэйпе потом почем купил я тоже купил немножко 216 30 ну почти 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 я я я просто поставил отложенную заявку а вот еще до этого ну и на ручках еще сидел плюс ко всему сработала там часть которую я собирался брать на 20 процентов портфеля но и грех был не взять спекулятивную часть на единственные очень быстро закрыл там всего восемьдесятых плюса но вот так нет там реально давали объем прям с утра был большой там несколько миллиардов рублей прям в первые там буквально минуту торгов так что взять все это было реально вот за что я и люблю ликвидные истории ликвидные бумаги то есть там проще всего выйти если что-то пошло не так зайти можно по плюс-минус хорошей цене да это не то что они ликвиде там раз прокол и объем там наберешь ну вот как то так понятно вот лукойл покупал по 4 520 на не на потом добавлялся еще ну вот на этой как раз вечерке где добавлялся часть позиции закрыл то с небольшим плюсом хотя рынок в моменте давал там почти три процента именно от этой позиции не снизу добавочной который ну и немножечко отхватил лося опять же вот на этой вечерке ну как отхватил я сам закрыл позицию под от нефти два с половиной процента но в целом по портфелю с начала текущего года очень хороший ну для первого для полугодия это хороший плюс дальше на следующей неделе ну конечно будем разбираться что с этим совсем делать понятно я тут вывел вывел индекс ртс думал по индексу ртс что-то скажешь но раз ты нет я смотри много разговоров идет да провод надо смотреть на индекс ртс это отражение там нашего там рынка в долларах ну слушайте все это здорово да и в основном на это ориентировались нерезиденты если вы торгуете на российском рынке вам для вас более репрезентативен индекс мосбиржи а не индекс ртс вы все-таки торгуете бумагами кто-то может сказать да вот ведь инфляция там в долларах сколько это стоит ну к примеру вот пока на данный момент пока да то есть по сберу да ну например было ранее зафиксирована там прибыль плюс 61 процент и сейчас еще есть 6 процентов но это пока бумажная до прибыль но доллару не упал да на 60 процентов поэтому индекс ртс но вот как-то меня индекс ртс кстати можно смотреть и наверное нужно для тех кто торгует валютой там долларом юанем там зачастую индекс ртс можно при определенном там должном опыте да он может подсказать в каком направлении еще и пойдет курс российской валюты вот это вот да а для бумага он бесполезен ну да к примеру посмотри какое значение индекс ртс было когда сбербанк стоил там те же 100 рублей и насколько вырос ртс с того момента насколько сбербанк ну ты ничего убеждаешь убеждаешь не не убеждают я говорю вот вот есть вот есть подписчиков твоих зрителей потому что подписчики любят фьючерс на индекс ртс поэтому я спрашиваю что ты думаешь но подписчики которые любят фьючерс ртс рано или поздно потеряют деньги на этом инструменте если торгуют на всю котлету хорошо я только единственно скажу что со мной это я не продавал сбербанк у меня там лежит я помню что в отсечку ходил с сбербанком у меня часть от той позиции тоже 20 процентов у меня у меня все лежит единственное чтобы пальчики не зажавели и насчет тинькова купил немножко еще основная масса там вот я купил а что дальше ты думаешь то есть ты еще держишь да сбербанк ну вот 20 процентов есть от первой позиции она не спекулятивная она как бы тактическая вот что я думаю думаю то что в условиях геополитических рисков случится может быть все что угодно вот поэтому здесь нужно четко понимать как вы торгуете на рынке что вы хотите от рынка какая у вас психология то есть меня но конечно же в моменте может расстроить если там сбер сильно упадет даже ниже там моей нынешней да учетки но я готов там как бы усреднить докупить позицию и увеличить но реально у сбербанка хорошие фундаментальные показатели кстати на следующей неделе будет отчет уже по международным стандартам по сабу отчет показал что прибыль сбер продолжает генерить и действительно по всем прикидкам то есть я понял ты купил надолго звербанк ну вот я сейчас дорасскажу вот ну не на века это точно вот прибыль компания продолжает генерить и единственное что там на пути роста стоит у звера это конечно геополитика на геополитике как мы уже видели рынок сливает на раз-два-три поэтому те у кого слабые нервы нету допустим каких-то резервных денежных средств да на которые можно добавить позицию им такая на такой подход наверное не подойдет но как бы я его буду докупать и есть у меня определенные цели по сберу где его скорее всего продам уже и какое-то время заходить не буду но пока наверное об этом еще рано говорить в целом фундаментал неплохой а на мой взгляд геополитический риск ну да можем упасть но это будет опять же хорошая точка для входа и здесь никуда не денешься понимаешь условиях геополитических рисков ты либо будешь сидеть на заборе все это время год-два ну сколько угодно да либо нужно как-то распределить правильно риски уравновесить свою как-то психологию вот и ну действовать хорошо и только что сказал что купил лукойл а с какой целью ты купил лукойл а с лукойл я купил с целью додержать до отсечки которая будет 1 июня ну ближе к отсечке там уже смотреть ну возможно если все пойдет действительно в позитивном ключе может и раньше закрою пока план такой пока план до отсечки а там будет видно понятно что у нас нового по газпрома ты считаешь сильная акция слабая акция но слабая конечно никакой силы в ней нет и это все фундаментально обосновано по моему если не ошибаюсь да на следующей неделе там что-то должны там по дивидендам сказать по газпрому разные есть прогнозы от умеренно позитивных до чересчур оптимистичных то есть от где-то сколько там что-то там 23 процента до дивидендной доходности там 34 до 10 но в таких условиях когда фундаментал у компании слабый покупать ее не хочется ни при каких раскладах спекулировать такой бумагой тоже не хочется тут подход какой-то покупать бумаги на мой взгляд нужно которые с фундаментальной точки зрения до обоснована эта покупка у которых с фундаментальной точки зрения есть апсайт ну и техника в помощь до для заходов перезаходов и выходов ну а когда ты понимаешь что газпром потерял европейский рынок сегодня как раз читал очередные новости от функционеров там чиновников европейского союза но они хотят все поставки уже оставшиеся которые есть вообще прекратить европейский союз но скорее всего прям все не получится да там венгрия для себя выторговала какие-то преференции но это все равно нельзя сравнить с тем какие объемы да у газпрома продаж были до свого соответственно большой капец то есть большие да затраты на строительство там новых трубопроводов все это не в пользу того чтобы акции газпрома поднялись куда-нибудь там 360 да там 400 рублей напомню еще раз я об этом рассказывал и на твоем канале там на своих очень-очень давно еще в прошлом году то что газпром запросто да при определенном стечении обстоятельств может лет пять находиться в боковике это в истории уже было в достаточно узком поэтому еще для этих романтиков которые ждут газпром там по 400 в какой-то ближайшей обозримой перспективе но тоже хочется добавить что газпром рост вот он вырос до тех значений чисто на истории с дивидендами но так бумагово до этого времени не очень-то сильно любил рынок это единственный вот был драйвер что дивиденды большие но теперь подумайте логично нет европейского рынка нет больших дивидендов будут ли они там в будущем ну кто его знает и морозить деньги там на какую-то неопределенную перспективу в такой бумаге чуть не очень хочется понятно так нефть ну вот по так нефти я уже сказал что чуть-чуть вот на на этих новостях фиксанул соблитком но хочу добавить возможно я был неправ потому что сигнал на продажу там так и не поступила там чуть прокололи локальную поддержку не больше и не меньше поэтому и по не конец недели в общем-то бумага бумага закрыла неделю без сигналов на продажу она закрыла ее мы выше локальной поддержки поэтому здесь тоже сохраняется как бы вероятность того что может подрасти понятно на на делку шапку компании церих ты был на пароходе катался от цериха по москва реки лет на пароходе не был но ты мне тоже как-то не помню сколько лет назад презентовал кепку церих она у меня тоже где-то лежит на пароходе не было я предлагаю интересная тема на самом деле время тренинг встречаться согласись ну согласен только с возрастом этого времени свободного становится все меньше почему-то понятно давай евро доллар поговорим если не против там так интересно движуха так пошла я просто монитора сейчас нет если ты мне скажешь значение на каком закрылся закрылась пара мы с тобой на эту тему поразмышляем черный нет не значение 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 тебе могу сказать close 1 0 84 92 понятно но смотри наверху есть уровень 1 11 он для пары евро доллара является ключевым и до тех пор пока данный рубеж не будет пройден но рассчитывать на то что пара стремится резко там вверх наверное не стоит поэтому пока вот так но в целом на срочную перспективу скорее всего это история ближе к концу года и уже наверное следующий год перспективы там подняться к отметке 1 15 может быть даже выше они сохраняются обусловлено это тем то что федрезерв возможно уже закончил цикл повышения ключевой процентной ставки европейский центральный банк ну как правило да отстает от своих коллег и в принципе как бы может еще продолжить какое-то время закручивать гайки что будет на руку как бы единой европейской валюте про плюс вот эта вся история сага как я ее называю о потолке госдолга если истерика на этой истории и будет да какая то эта истерика будет не в пользу доллара а как раз таки в пользу евро но тут нужно как уже сказал смотреть еще и по техническим параметрам те кто торгует парой вот 1 11 это ключевой уровень наверху которых будет открывать дорогу там уже как раз к 1 15 к 1 18 и так далее вот хочу хотел с тобой поговорить у тебя есть телеграм-канал он развивается расскажи какие какие чем люди обращаются на чем они деньги теряют люди ну в первую очередь теряя очень много теряет людей денег на фьючерсах потому что считают фьючерсы да действительно дают возможность работать с плечом за минимальные комиссии за смешные можно так сказать но есть нюансы первое и нюанс психологические которые многие не удерживают процентов наверное 60 70 работы на фондовом рынке это как раз таки да психология кому-то не нравится то что на вечерней сессии да там каждый вечер списывается вариационная маржа то есть если позиция была неудачной там минус условно с вас реальные деньги списали ну и наоборот если вы заработали конечно начислили второй есть нюанс на фьючерсах можно торговать относительно спокойно когда и на рынках тишь да гладь да божьи благодать или тренд идет в одну сторону но как только начинается слив тех или иных инструментах а вы загружены во фьючерсах на всю котлету и даже больше то гарантийное обеспечение резко поднимается и вас начинают резать поэтому вот такая вот история которой нужно относиться крайне аккуратно многие люди особенно кто недавно не так давно на рынке не понимают этого и даже знаешь как можно целый год плюс-минус нормально на фьючерсах торговать но а потом в какой-то момент теряете все яркими тому примерами это две тысячи четырнадцатый год две тысячи восьмой ну и конечно же февраль двадцать второго где люди которые стояли не в ту сторону да во фьючерсах ну просто их там разорвало они лишились депозит интересно интересно а что еще на что еще люди тебе жалуются когда говорят о своих болях ну слушай не знаю жалобы ну смотри я заметил такую историю да вот приходит человек на фондовый рынок и самая первая его главная ошибка это неправильное понимание что такое фондовый рынок в принципе большинству кажется что все вот это вот та история ради которой можно бросить работу и все свои усилия направить на фондовый рынок и это большая ошибка до тех пор пока у человека есть доходы помимо фондового рынка может быть работа это может быть какой-то пассивный доход он может себе позволить относительно спокойно торговать на фондовом рынке ну что я имею ввиду то есть заработал зафиксировал и сидишь ждешь новых точек входа да человек у которого таких доходов нет он вынужден на регулярной основе заходить в рынок тем самым повышая свои риски но вот один из факторов такой второй момент опять же да люди приходят на фондовый рынок но они даже не удосудиваются хотя бы несколько книжек почитать о том что это такое кроме того у некоторых брокеров есть по моему бесплатные обучающие курсы народ упорно туда идти не хочет но все считают себя самыми умными и все будет у них хорошо и понимание и прозрение у самых более-менее самокритичных наступает после то после нескольких лет может не несколько у самых самокритичных достаточно наверное быстрее они самых самокритичных через несколько лет торговли что их результат в лучшем случае на нуле а в худшем случае это постоянный минус и вот это вот как бы проблема понятно по поводу доллара что-то скажешь на московской бирже доллара имею ввиду но закрытие недели пока у нас произошло тоже в таком ключе что пока еще рано говорить за продолжение ослабления рубля ну в такой вот прям интересные рэперные точки это все закрылось но на самом деле по доллару на своем youtube канале у меня там в ролике все это подробно есть сергей а что лучше вот для простых людей сроком на три года доллар в стопочку в наличные или юань безналичные хороший вопрос на самом деле в тех реалиях в которых мы живем ну да да и своего все было просто относительно да покупаешь доллар когда чувствуешь да что какие-то риски и чудо и в общем-то все у тебя складывается относительно неплохо юань это такая штука которой наверное не все еще привыкли да и привыкнем ли мы не знаю мне лично ну вот как-то прям некомфортно находиться в юань несмотря на то что в сентябре прошлого года я его тоже купал но это была низкая база и там как бы решение было правильным особенно как уже до будущее показало но все равно вот на таких уровнях играть с юанем ничего не очень хочется поэтому для меня как бы проще да по старинке 90-е купить наличный доллар ну что я собственно говоря на уходящей неделе сделал по если конечно же ну мало ли да на очередных санкциях или слухах о санкциях в отношениях нкц рубль опять какой-нибудь виток укрепления там резкий совершит я конечно рассмотрю юань но на таких уровнях но лично мне это опять же нужно понимать что лично мой да такой подход мне чего-то его покупать не хочется а ты покупал когда-нибудь золотые монеты нет не покупал у меня много знакомых еще там с детства которые вот покупали золотые монеты но золотые монеты это история история наверное долгосрочная и а если в моменте тут история про кризисы да но кризис не бывает каждый год поэтому вот так вот то есть у тебя не очень интересно эта тема прискрутироваться у знакомых и самому купить монетки нет с монетами не интересно но не знаю почему но слушай нельзя же подгонять все под какой-то определенный стандарт да и шаблон у каждого человека свои подходы да и свои предпочтения вот у меня нету такой любви там желтому металлу ну хорошо ну чё ты меня сейчас это я просто сканирую тебя вот у бачеров говорит у меня 20 процентов золота и просто интересное отношение спикера в золото и все да нет без проблем вот я свой подход и рассказываю хотя мне бачеров купил билеты на конференцию смарт-лаба это не нативная реклама в поезд вот так что поедем вместе с ним one way ticket но надеюсь что не в другую сторону тоже вот значит так давай суммируем то что мы сейчас сказали он мы сейчас такой точки находимся что качество рынок фонда может качнуться и туда и обратно да это нужно учитывать безусловно мы в этой точке находимся с февраля 22 года как долго мы и как долго в ней мы находиться будем мы не знаем но факт остается фактом чем выше забирается рынок да тем как бы и риски растут это есть такое на бирже выражение рынок ползет по стене страха и мне еще нравится как олег шагов аналитик рынок стремится к неопределенности неопределенная неопределенность или как американцы там за сказали вот как раз что-то из разряда неопределенная неопределенность про инфляцию в прошлом году по моему но но ты тем не менее на спаде купил немножко лукойла сбербанка но я плюс ко всему еще помимо да я уже сказал по лукойлу то что есть фундаментальный фактор это закрытие реестра 1 июня и плюс технический момент был неплохой я понял пойдем костри жить что ли все спасибо большое за интересное интервью спасибо андрей спасибо сейчас стоп спасибо